Сегодня, 30 января, церковь вспоминает преподобного Антония Великого, преподобного Антония Дымского, священномученика Виктора Европейцева. Преподобный Антоний почитается церковью как один из отцов монашества и величайших христианских подвижников, основатель пустыножительства, родился в Египте в 251 году. По преданию, еще в юности Антоний слушал священное писание с таким глубоким вниманием, что запоминал услышанное на всю жизнь. Осиротев, Антоний по Евангельскому завету роздал имущество бедным и начал отшельническую жизнь. Он охотно посещал других подвижников, старался получить от них наставления. По преданию, Антоний не раз был искушаем дьяволом и в борьбе с ним пришел к правилам монашеской жизни, ставшим общими для всех иноков. Это чередование молитвы и физического труда, пост и самоограничение. Лишь два раза покидал Антоний свою пустыню. Во время гонений на христиан при императоре, Максимиан-отшельник хотел пострадать вместе с другими мучениками. Он открыто исповедовал свою веру, утешал и поддерживал заключенных христиан. Но гонители не тронули Антония. Второй раз пришел он в Александрию, чтобы защитить православную веру от ересей манихеев и ариан. Скончался преподобный в возрасте 105 лет. Его мощи хранятся во Франции, в церкви местечка Сент-Антуан, близ Вьена и в городе Арле. Церковь почитает преподобного Антония Великого, как одного из столпов монашества, и молитвенно просит святого «Моли Бога о нас». Преподобный Антоний Великий, величайший подвижник, основатель пустыножительства и один из отцов монашества, родился в Египте, близ Фиваидской пустыни, в 251 году. Антонию было около 20 лет, когда он лишился родителей. Он продал имение, роздал деньги нищим и покинул родные края. Антоний поселился в скромной хижине и зарабатывал на жизнь собственным трудом. По преданию, Антоний не раз был искушаем злым духом. Отшельник молился, прося Господа указать ему путь спасения. В ответ ему было видение, в котором некий пустынник то совершал молитву, то трудился. Такой распорядок жизни установил себе и Антоний. 85 лет он провел в посте, молитве и тяжелом труде. Гора, на которой он подвязался, со временем обросла монастырскими обителями и пещерами других отшельников и праведников. Преподобный с любовью наставлял тех, кто пришел в пустыню спасаться. «Старайтесь же, паче, пребывать всегда в единении между собою, а преимущественно с Господом и потом со святыми», — завещал он. В современном русском языке имя Антоний обычно произносится как «Антон». И сегодня свои именины празднуют все названные и крещеные в честь преподобного Антония Великого. Преподобный молится перед Богом о всех, кто носит и почитает его имя. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому Антонию Великому. Моли Бога о нас! По преданию, преподобный Антоний Дымский родился в Новгороде в 1157 году. Однажды он услышал в церкви слова Христовы, «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною». И Антоний решился оставить мир и принял монашеский постриг в обители у святого Варлаама Хутенского. Умирая, преподобный Варлаам поставил Антония настоятелем вместо себя. Но тот, не желая славы и власти, удалился из обители. Он поселился на берегу Дымного озера в окрестностях города Тихвина. Здесь он основал монастырь и подвязался в нем до конца жизни. Для изнурения плоти подвижник постоянно носил железную шапку. По преданию, Антоний совершил путешествие в Константинополь и по святым местам. Преподобный был погребен в созданной им церкви во имя Антония Великого. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобного Антония Дымского церковь чтит, как одного из светочей русского православия. Мы обращаемся к нему. Моли Бога о нас. Священный мученик Виктора Европейцев родился в 1885 году в Мордовии в семье священника. Он получил духовное образование и был рукоположен. Служил отец Виктор в храме родного села, а его жена работала учительницей в местной школе. В ноябре 1929 года власти потребовали, чтобы семья священника покинула село в течение 24 часов. Не дожидаясь окончания срока, представители властей принялись грабить Европейцевых. За неуплату сельскохозяйственного налога почти все имущество отца Виктора было распродано, и он вместе с семьей оказался на улице. Храм в селе вскоре был закрыт. Священник, хотя и покинул село, но продолжал посещать и духовно опекать свою паству. По обвинению в сопротивлении организации в селе колхоза, священник Виктора Европейцев был арестован осенью 30-го года. Сначала тройка планировала приговорить его к десяти годам заключения в концлагерь. Священник вины своей не признал, и наказание заменили на смертную казнь. Зачастую подвиг новомучеников состоял в том, что человек оставался порядочным до последней минуты земной жизни. Не оговорил никого, не признал лжи. Главным источником стойкости, придающим силы, была вера. Церковь трепетно хранит память о мучениках 20-го века. Для нас они — пример любви ко Христу и ближним. Мы обращаемся сегодня к священному ученику Виктору. Моли Бога о нас! Субтитры подогнал «Симон»!